Сегодня музеи есть во многих образовательных организациях. На территории Ульяновской области существуют уникальные исторические комплексы с бесценными памятниками и коллекциями. Они не обладают законодательным статусом, а охраной их экспонатов занимается либо Российское историческое общество, либо подшефная организация. Например, к такому относится музей гражданской авиации под открытым небом. Он является подразделением УИГА. В его фонде единственный в мире АНТ-4, ТУ-104 и ТУ-144. Он находится под открытым небом и под воздействием окружающей среды. Естественно, для того, чтобы сохранить эти экспонаты, необходимо определенное денежное финансирование. К сожалению, пока нет законодательного статуса у этого музея, как и у многих других музеев, а их всего у нас по стране 250, финансирование решается какими-то точечными методами. За круглым столом предложили решение. Необходимо разработать закон о присвоении официального статуса музеям, преобразовательных организациям и им подобным. В таком случае будет регулярное финансирование и удастся сохранить историю и экспонаты. Подобные музеи нужны для профориентации и воспитательной работы. Развитие и будущее на совещании пообещали обеспечить. Мы должны внести поправки в ряд законов, которые помогут сделать работу музеев эффективнее, музеи богаче. Ну и, так сказать, чтобы было легче руководителям образовательных учреждений, хотя мы сегодня говорили не только про высшее образование, мы говорили сегодня и про школы, и про промышленность. Но, наверное, все-таки первый шаг мы будем делать, совершенствуя законодательную базу именно по музеям, которые при высших образовательных учреждениях. Для дальнейшей качественной работы исторических комплексов за круглым столом решили создать реестр музеев, не обладающих официальным статусом, оценить состояние экспонатов, выявить их основные проблемы, а также сделать доступным для посещения туристов.